всем привет с вами негатив сегодня будет такой интересный ролик постараюсь вместить в него 6 боев потому что все они такие не длинные довольно таки короткие бои были разными тактиками меня пытались здесь пробить убить и дельты были молот раж был и развитие было давайте посмотрим все это игроки клана легенды 25 26 ранги вот если шесть боев не уместится значит может быть отдельный ролик сделаю по оставшимся в общем карту на сталин хил играем против для хантера 26 ранг иду я значит третий штаб здесь сбор прошел хорошо с моей стороны постоянно я забываю здесь по моему ящик лежит я его вечно не беру многие этим пользуются здесь вот конфедерат почему-то ящик про втыкал на своей базе но я не успел его забрать к сожалению в общем начинаю я третьего штаба делаем ягуаров я провел разведку то есть увидел то что здесь зевса град намечается по моему и поэтому не стал спешить в четвертый штаб начал производить армию поставил вышки против пехоты потому что у него очень много штурмовиков на карте перемещается потихонечку улучшаюсь до мамонтов чтобы они мне помогли отбить потому что градов не встречать пока что нечем появляются первый зевс первый град тайминг не самый лучший я хочу сказать это там на 323 30 должно было приехать тогда бы все наверное получилось бы в общем градов он недоконтролил 2 не разложился зевсами пострелял по вышке и отступает потеряв часть ресурсов я тем временем выхожу до кретчетов потому что они тоже очень хорошо могут помочь отбивать вот это дело то есть ни о каком четвертом штабе сейчас речи не идет мы уходим в оборону тут какие-то отряды не дает он не выставить разведку на этот бугор меня это сразу смутило честно говоря но не придало значение то есть думаю что вся армия у него здесь выстроилась у меня три мамонта забираем градо сразу же зевса едут получают от ягуаров ну плюс мамонта очень сильно выручают от вышки против техники толку мало и вот здесь у него начинается такой маневр но я сделал кречета 1 начинаю фокусить градов и сейчас будем наверное выбивать вот этого второго но тут появились пять молотков то есть такая диверсия у него тут вроде как отбиваемся я честно молотов не заметил я кречетом управлял то есть пытался выбить переднюю линию и тут смотрю мне аэродром ломает если он меня сейчас лишит кречета есть шанс что он меня продают потому что отбиваться нечем просто-напросто будет здесь вылез ягуарс до заказа он частично помог отстрелять сижу на голодобороне произвел стрекозу ну и вот на последнем издыхании аэродром у меня уцелел тут видимо повторная атака идет и честно говоря это был весь бой как бы так смешно не звучало то есть пытались меня заражить здесь третьим штабом тайфуны еще что-то но не получилось то есть почему решил показать этот ролик играйте от разведки не надо с пустой базы идти в 4 штаб а то у дракона тут посмотрел бой как они ван дамас бам был бы там убили а все почему и за тупо из-за нехватки разведки то что ребята решили сыграть третьим штабом и убили тех кто пошел в 4 то что у них были просто пустые базы вот и все здесь могло получиться то же самое если я пошел в 4 штаб и он бы приехал в два града три зевса и убил бы мою пустую базу я бы не отбился просто сейчас перейдем ко второму бою это у нас турнирный бой игрок под ником скотти до этого он у меня убил на постик а торпедной карте 22 минуты мы с ним ковырялись не выбила его барракудами все-таки начал мне в личку писать что ты будешь меня помнить долго будешь получать всегда ну и вот буквально там через полтора часа мы с ним встречаемся в турнире за час до этого я проиграл мастеру стратегии в этом турнире еще за два часа до этого я проиграл 23 рангу из клана приговор ник бамбл выводит бэмби коллектор бывший в общем три слива у меня сейчас иду я 25-28 на текущий момент в общем результат так себе на медали уже скорее всего не зайду даже если два последних боя доиграю будет у меня там 499 очков это в предыдущем турнире у меня было 512 я занял одиннадцатое место вот проиграл фаргат еще он не сбил серию то есть шел я на 600 очков где-то сам на косорезил пересмотрел дважды бой нехватка диких но он сразу сказал мне не хватило то есть на соплях он отбился в начале а дальше я просто включил режим тупника и не реализовал то что можно было реализовать все бои с самого начала я начинал играть всегда от третьего штаба производил дикобразов производил кречетов с фаргатом как раз я решил сыграть через rush яга хамом уже до этого атач там за 8 минут тоже убил рашем блин рабочая тактика нефига тут по полчаса бодаться в результате против сильных ранговых конфедератов не совсем рабочая тактика все таки вот по которой я здесь играл она более результативно захватываем тыквы контролем карту дикие на центре и вот у нас четвертый штаб готов почти звенок речетов и сейчас будем выходить в егэхам появляется вертекс пытается зачистить карту постоянно идет до спам пехоты полетела значит на этот флаг но здесь он меня ловит к сожалению 2 вертекса у него есть разворачиваюсь лечу на патруле думаю может все таки выловим этого вертекса новые возвращаем авиацию на базу поставил второй завод штурмовых машин сейчас будет идти до заказ расставляю опять же разгоняю пехоту лечу на патруле нужно чистить карту плюс пытаться поймать авиацию в результате ловит он меня здесь плюс неудачный разворот с моей стороны сбивает 1 кречета сбивает 2 кречета и здесь он удачно разворачивается начинает ловить еще мою авиацию очень разбивает 3 кречета 4 все четыре сбил я думаю нифига себе прикольно полетали зато ты кого захватил сейчас будем восполнять потери авиации минусовой вылет для меня был то есть потерял я 1200 лесов не забрав абсолютно ничего единственное что тыку дают мне плохую тыкву здесь отряд является выжигает мою пехоту полетел я опять же одним кречетом нужно убирать эту армию отсюда потому что во первых он может забежать разведать во вторых он может вот эти три тыквы взять производится соответственно 2 хамелеон из-за того что я потерял авиацию я очень сильно отстал по технике то есть у меня сейчас должен был быть уже большой егэхам но так как мне приходится восполнять потери авиации большого егэхама увы нету снова дают плохую тыкву еще отряд пехоты то есть их уже здесь два этот угол просто-напросто пока я не зачищу я сюда пехоту даже послать не могу даю два залпа отступаю потому что возможно полетят вертексы но вертексы полетели вот на этот вот фланг зачищают опять же эти тыковки не хочет он мне их отдавать он их даже не захватывает я честно сначала подумал думаю может с кэпом играю потому что именно он тыквы не берет ну и нагоняем потихонечку армию то есть ягуаров щемало на самом деле восполнял потери именно авиации полетел на перехват фокусит он здесь на пехоту три кречета дают залп ничего мы не сбили вот здесь перехватили еще одного вертекса и потеряли мы в общей сложности по одному самолету но здесь у меня стоят дикобразы подрубаю голод воздух и сажаю еще я два вертекса которые были полушотный то есть он потерял в общей сложности три истребителя возвращаем потерянные ресурсы так скажем хотел зайти отсюда но смотрю там зевса щит причем зевса щит больше чем яга хам однозначно разложился 2 х миллиона по углам включил и здесь еще три тора выбивается один хамелеон дамажиться ягуары и болен но не перестреляет уже делал загоняется пехота количество ягуаров сокращается я понимаю что либо я сейчас сольюсь либо я отступаю принимаю решение разумеется отступить здесь вот этот ягуар далее боту не убил он естественно пехоту поднимая опять же кречетов нужно до зачищать этот фланг понимаю что вертекса у него сейчас не должно быть там одна-две штуки в лучшем случае потому что он ушел на торов истребители до этого потерял и нагоняю ягуаров с двух заводов включаю разведку дикие которые были не застоплены они разъезжают увы так летит у нас четверка торов я переключился в этот момент на авиацию тоже ягуары поэтому поехали вперед бомбит он мне завод штурм машин кречетов у меня три штуки плюс один произвелся сбиваем одного тора здесь вот вернулся то есть недоконтролил ягов на стоп тоже не нажал в результате три тора у него возвращается потерял я почти всех ягуаров своих из-за того что переключился на авиацию потому что на разведке техники они просто взяли и сами поехали убивать зевса щит молодцы такие диких тоже часть потеряли то есть осталось три штуки это очень очень мало но идет он на меня в атаку раскладываемся решаю я занять более выгодную позицию вот здесь вот в широком фронте чтобы он был в этом узком кармане они я переезжаем ягов 4 туда 4 туда на разные стороны опять же не до контроль диких идет скорее всего переключился на авиацию да все верно поднимаю выпадает хорошая тыква дает она мне обзор выбиваю одного тайфуна про бомбил он торами про бомбил как раз посередине то есть яги у меня все уцелели сбиваем одного тора разбиваем второго ловит он меня здесь вертексами и теряя я опять всех истребителей то есть восполнил он потери потери своих истребителей но в этот момент он не доконтролил уже свою наземку я выбил ему щит подъехал у меня свежий хамелеон свежие ягуары сейчас хамелеон этот включим чуть-чуть еще отступаю авиации нету то есть один кречит опять же пытаюсь завод он мне кстати выбивал то есть я его еще не улучшил все яги делаются через один завод здесь он поверил в себя решил что сейчас дожмет меня я переехал фокусе шотных зевсов щит у него один остался то есть как вы видели и поэтому теряет он часть зевсов контратаковать я не могу потому что хамелеон у меня один остался мне нужен еще один пытаюсь и захватывает тыквы но он тоже уже контрит всю карту поднимает сюда вертексов успевая включить хамелеон и вижу что отряд там у него не шибко большой переезжаю срочно потому сейчас велика вероятность то что про бомбят тор и потихонечку то есть аповый завод чтобы у меня их две штуки было ну и снова подхожу отсюда миллион сейчас подгоним 2 снова у него идет не до контроль то есть вот он включил щит но зевса уже полуподбитые переезжаю потому что сейчас велика вероятность торов но тары летят видимо ко мне на базу кречетов поднимаю сбиваю 1 тора но два тора мне выбили завод потому что я на атаке сижу они на обороне не на воздухе снова мне остается один кречетов не теряем возвращаю здесь поднимаются вертексы надобив еще вдобавок и терять смысла сейчас авиацию нету вертексы слиплись полетели получают от ложек вся пачка вертексов упала здесь я уже по моему переключил снова на наземку то есть там не обращаю внимание что происходит вертекс сам упадет от его ну и стою перебиваю зевс то есть фокусе мы потихонечку тайфуны уже то есть конфедерат видимо запаниковал летит тор пробивает но я вовремя опять же переехал попадание как такового не было ну плюс в очередной раз повторю одиночным тором бомбардировки практически бесполезны там должно быть прям стопроцентное попадание чтобы вы выбили хамелеон в результате не остается у него зевсов ягуаров у меня довольно таки много плюс 2 хамелеона хороший момент для контратаки нужно его реализовывать зевс остался без щита его добиваем нужно выбить тайфун снова летит тор тор мимо я понимаю что там скорее всего еще 12 тор и есть то есть мансим выбиваем тайфуны в последних чтобы у меня кречет и опять же над центром могли спокойно работать и поддерживать мою наземку раскладываемся включаем атаку выбиваем щит выбиваем еще и по наземке у него здесь все плохо включая разведку снова мансим потому что жду торов поднимаю кречет на перехват здесь вот они зачищают у меня карту то есть недотык в это время уже было потому что авиации приходилось поддерживать свою технику плюс сбивать торов летать там по всей карте некогда было терять топливо и вот снова я то есть подхожу уже своей наземкой сюда веду разведку здесь у него нет ни одной ложки ничего то есть слишком нагло он сыграл я считаю вертекса сразу же выбиваем егэхамом переезжаю в это время сейчас торы зарядят торы бьют мимо вверх кречетами соответственно мы ловим этих торов и так как у него нету я просто-напросто залетаю своими кречетами начинают все это дело выбивать на развороте здесь фокусил зевсов помогал своей наземке вот появляется у него снова вертекс но тут и дикие кречетами я его тоже перехватываю выбиваю потихонечку щиту тут я заметил все-таки тайфуна которая кстати ему тоже уже добил то есть он сейчас без авиации полностью пытается тайфунов сделать но толку от них уже нету потому что его давит наземка на загоняю диких вперед потому что если авиация у него вылезет она сразу же получится сидеть тор сразу полудохлый ну и идет уже полностью разноса здесь конфедерат сдался давайте к третьему бою снова у нас deadly hunter карта уже клещи с одной стороны сопра карта потому что вы можете здесь забрать подавляющее количество ресурсов то есть там 70 80 процентов если так посчитать с другой стороны конфедерату здесь не так уж сложно обороняться от наземки потому что всего один проход на базу теоретически вот здесь мне не хватает обзора часто я так ошибаюсь на этой карте вышку поставил поздно и в результате не взял море то есть по земле я собрал тоже средненько здесь ящик он забрал то есть собрали землю мы прям 50 на 50 но я не вышел в море то есть на год стройки компенсировал все это дело на год производстве и поплыл на атаке вперед задача собрать вот этот угол беру этот ящик ухожу в этот карман то есть в любом случае даже с таким затупом я забрал там 60 70 процентов моря здесь уже дельта конечно приплыла ну да ладно то есть вот два ящика я забрал здесь в углу еще один должен был быть по моему игру 60 лет процентов я собрал то есть развитие плюс-минус у нас должно быть одинаковое идет разведка крепостью начал я с через один авиазавод сразу же в четвертый штаб вышел на этой карте тут потому что от третьего рашит он явно не будет плюс я разведку провел он тоже здесь уже по ложке ставят явно раш не намечается тихонечку выхожу в егэхам показываю ему в наглую то что я буду играть через два авиазавода ну через егэхам здесь тупо играть это бред потому что вот здесь вот просто так три-четыре тора до глядят летят 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 и нету егэхам однозначно карта через авиацию играется иногда даже до супероружие доходит разведываю вижу что он тоже ставит 2 авиазавод тоже в четвертом штабе то есть развитие плюс-минус аналогичное за исключением того что у него кого есть на базе у меня нет я произвожу диких вот расставил три штучки постоянно идут вылеты то есть пытается увидим и зачистить карту но здесь какие-то мелькания вот появился циклон выбивает он мою разведку очень удачно здесь стоял пехотинец показал мне аэродром показал еще завод спецмашин жаль жаль его ставлю по ложку потому что понимаю что дикие рано или поздно пойдут со мной в атаку базу нужно защитить пару раз я слил там поэту еще кому-то из-за того что мне залетели просто альбов по выбивали муж по ложь не было поднимаю кречетов задача выбить вот этого циклона тут уже тайфуны выбых идет до щита сначала хотел добить потом думаю а вдруг он сейчас вертексами перехватит и решаю отступить кречетами полетел уже на эту сторону выбиваю разведку здесь и все-таки у меня ловит сбивает ни одного кречета вы чуть-чуть попал конечно под дикобраза но не о чем появился на 1 хамелеон есть 4 яга 2 альбатроса нужно мне чуть больше кречетов то сейчас вот два производится потом снова уйдем наверное на альбов да соответственно пошел альбатрос по ягуаром через один завод играю и беру весь отряд вместе с дикими поднимаю кречетов здесь решил вот эту эту пехоту выбить отряд с двумя хамелеонами дикими гоню сюда ягуар за грибами поехал все-таки разведывает он меня вижу что там пять вертексов то есть он решил играть видимо от масс авиации именно от истребителей полетел на перехват выбиваем пехотинца ну и едем этим отрядом дожидаемся хамелеона чтобы у нас армия не растягивалась снова вертекс видимо он хочет наверное пробомбить меня торами заезжаю до летят торы к сожалению за стопил я армию но в результате три тора забирают только один дикобраз и больше ничего поднимаются вертексы на добив обуха миллиона работают раскладываюсь там еще и пехота будет забегать в туман выбивает он часть диких пытаюсь соответственно ягуарами здесь отстрелять все это дело но ягов там четыре штуки осталось маловато плюс он я вижу что бежит пехота и сейчас этот отряд будет просто потерян складываемся и валим валим ребята валим другого не дано хамелеон я все-таки один потерял этот ягуар у нас видимо прикрывающий но он все-таки уцелел и здесь я лечу бомбить аэродром потому что я увидел где у него сидят торы поднимаю кречетов на перехват то есть он вертексами полетел сбивать мои альбатросы но я кречетами сажусь ему на хвост и избиваю его истребителей здесь еще один у него летит получает от дикобразов здорово но не падает летят торы летят бомбить уже мою базу видимо не знаю один сбивается дикобразами плюс 2 сбивает у нас кречеты то есть не пробивает он этот аэродром яга хам слава богу что я отступил то есть я сохранил там 34 ягуара один хамелеон часть диких то есть отряд не весь потерял снова он залетает на разведку центра я держу и полетел я снова двумя альбатросами бомбить ему наверное снова аэродромы пробиваю ему со свежим тором ну и кречетами сразу же на патруле здесь работаю решил я фокусить по моему вертекса то есть ушел на разворот и снова сюда выбиваю щит снова садимся на хвост вертексу и его тоже сбиваем потеряли одного альбатроса но выбили тор аэродром вертекс плюс щит вижу то что тайфуны довольно таки сзади стоят начинаю здесь работать кречетами и зевсами он отступает торов нету почти full кло хорошая наземка ну и можно выдвигаться тут уже три хамелеона снова летит у меня два альбатроса пробивает аэродром вертексов у него нету два тайфуна плюс пво уже не спасут ну и так как наземки у него особо нету подхожу ягахамом широким фронтом появился у него свежий тор но одиночный тор не работает сбиваем его кречетами на перехвате и сейчас выход уже полностью наземки перебиваем этот зевса щит в наглую вертекс появился но сразу же естественно он упал потому что дикие сзади стоят на стопе их 6 штук ну и просто идет чисто добитие базы практически без косяков я считаю в этом бою сыграл но за исключением то что на море часть резов отдал то есть по большому счету на этой карте бои еще быстрее идут против конфедерации потому что вы по ресурсам ну реально очень сильные попережать на тысячу на полторы лет если собрали по-человечески то есть море взяли такой вот бой давайте сразу переходить к следующему карта у нас перекресток рапанон тоже 20 ветка карточек жирный чувак собрал я по моему в этом бою так себе честно говоря ну это сопра карта здесь сто процентов спорить не буду нет собрал я тоже нормально можно было даже вот у него этот ящик украсть не успел и ставится вышка обязательно чтобы во первых она обзор сразу вам дает почти на всю карту во вторых отстрелять вот эту всю шелупень которая бежит от конфедерации к вам на базу на этой карте почти всегда начиная от третьего штаба кто-то не любит мамонтами играться но здесь и раши зданиями бывают потому что через две-три сдэшки в топе спокойно можно сразу с развертки строится вот здесь вот в наглую там двумя ракетками бывает и такое но бывает и третий штаб расставляем пехоту пытаемся точнее расставить по кустам чтобы у нас все вообще контролировалось что он строит что ломает ну а сами идем в мамонтов плюс ягуаров и дикобразов поставил он два бункера особо теперь к ним заедешь я вынес еще одну из дышку решаю просто его здесь зажать на базе строю пушку выкатывается у него зевса у меня еще даже ягуаров нету приходится отступать тайфунов он с порога начал делать хотя у меня нету даже авиазавода то есть конфедерату стоило наверное сделать циклон разведать и посмотреть вообще потому что нафига он делал тайфунов я честно не понимаю авиации я не играю пушка выбивает бункер строится ракетка и к сожалению моя пушка до этой ракетки не достает беру ягуара потому что здесь кстати уже мамонты по вы по этому бункеру начинают накидывать и этим ягуаром то есть нужно выбить эту ракет потому что ракет стреляет дальше есть она достроилась эта пушка была бы скорее всего потеряна чем конфедерат занимается я честно говоря не знаю я вижу что он строит деф вижу что он делает тайфунов делает зевсов но это все то есть какой уровень штаба я даже честно говоря не знаю мамонта все больше ягуаров полно здесь что он начинает выезжать нужно было рассредоточить свою армию наверное пошире потому что сплэшем умирают и поднимаются в вертекс и начать плюс голд оборона ракетка начинает доставать и вся моя армия третьего штаба практически погибает об четыре зевса там и два вертекса благо я все-таки по ложку выстроил потому что знал что скорее всего меня попытаются выбить вертексами и пво плюс куча диких нас кое-как здесь спасает поднимает он снова вертексов выбивает мне тяжелую технику но и теряет сам авиацию потому что его очень много ставлю еще по моему одну пушку делаю пехоту возможно сейчас гренов даже буду делать то есть я пока что на третьем штабе не загнулась пехота к сожалению но он что-то строит то ли казармы то ли бункера чтобы я тут отвлекался одиночный мамонт бункер все-таки да но он его теряет ставлю еще одну пво спамят он пехоту зачем не знаю честно говоря возможно это тоже разведка но толку пушку как бы он и так видел ничего нового он там не увидит выбиваю потихонечку ракетки то есть он их строит я ему их ломают бесполезно реализованные ресурсы я считаю страны конфедерата вот видите снова устроит опять снова самая интересная ракетка присылаю гренов они мне тоже засвет дают и здесь вот пехотинец который стоял я им забегаю вижу что здесь третий штаб ничего критичного нету зевса град ну и плюс вертексы ну вообще все отлично сейчас пойду наверное в четвертый штаб может до заказа делаю снова он поднимает четверку вертексов но они все падают остался у меня к сожалению опять один мамы контратаковать мне пока что нечем снова что-то строит на передней линии я сразу же зафокусил снова строит снова падает это уже казармы пошли странные на самом деле действия от конфедерата снова ракетка строится естественно она опять он мне просто 300 ресурсов дарит все я вышки решил поставить чтобы они мне обзор давали плюс а гриле его армию чтоб она выкатывалась постоянно нервировала его то есть это прям вообще очень жестокое на самом деле решение я считаю с моей стороны то есть вышки они очень сильно напрягают когда выбить их нечем они потихоньку потихоньку урон наносит но тем не менее напрягают так нет я все-таки в третьем штабе я решил кстати до кречет выйти не захотелось мне только землей играть начал выходить в кречет он по-прежнему тут сидит дефит то есть я градов выбиваю тоже мамонтами поднимает снова вертексов но блин на что рассчитывал он я не знаю в плюс я зафернился просто заблажил его и честно говоря это наверное отчасти может быть даже издевательство над конфедерации то что я участвую делаю потому что убить его можно было намного раньше вот решила попробовать здесь сыграть именно так посмотреть что вообще к чему что как и так далее мамонты по-прежнему накидывают то есть выбиваем все это дело и полетел и окречетами для него это абсолютно неждан но он кстати в четвертый штаб вышел вот это для меня уже был неждан выбиваю тайфунов потому что других тайфунов он уже всех слил самом начале выбиваю вертекса задача выбить грады их тоже выбиваем мамонты накидывают ставит он по ложке теперь начал делать по ложке при летающих кречетах разумеется я их тоже сейчас все по выбиваю теряет он еще 500 резов снова что-то строится я здесь уже начал фокусе зевсов но у него выкатился щит это уже довольно таки проблематично уж четвертый штаб я конечно вышел но до хамелеона я выходить не стал подгоняю ягуаров начинаем добивать шотных зевсов зевсов много я хочу сказать то есть больше чем у меня ягов плюс они под щитом мамонты конечно помогают но я такой смотрю думаю блин а то он меня не убьет интересно поднимаю кречетов начинаю фокусе щиты строит он пво здесь снова ракетки электростанции то есть видимо реконструкцию заюзал выбиваю щит ягов у меня уже не осталось но у меня четверка кречетов плюс там мамонты и до заказ зевсы все в куче плюс голд оборона пушка отрабатывает и снова он теряет всю свою армию мамонт один уцелел то есть начинаю фокусить рушку потому что она меня сейчас не подпустит выхожу до хамелеона потихонечку ресурсов сами видите сколько то есть можно было уже давно пробить игры чисто просто развлекался выкидываю я еще одну из дешку дадут меня три грена в наглую заходят начинают его выбивать то сейчас он защищает себя от авиации а у меня уже наоборот техника готовится поднимался вертекс вертекс сразу же упал ну и здесь я строю еще пушки вышки кречетами работаю думаю что может все таки вертексы полетят или торы вот летят вертексы не знаю зафокусим или нет выбивает он не вышку я ему выбиваю здесь зевса по моему одного ну и вертекс у него все падают ушки начинают отрабатывать по электростанциям то есть я его по большому счету сейчас дожимаю зданиями армия у меня как бы стоит могу подгонять смело чисто сопровская карта на ней проиграть но реально тяжело ребят если грамотно все-таки делать определенные действия даже есть там тор и зевса щит на этой карте проиграть тяжело конфедерации здесь он по моему уже сдался то есть идет уже просто опять же добить и базы еще один бой с ним тоже будет там раж дельтами он организовал тоже чуть попозже в этом же видосе наверно покажу не помню может контракты здесь сделал в общем давайте следующий бой опять же считается что это сопра карта потому что на ней мамонтами играется многие конфедераты на этой карте даже не играют но любое сопротивление наверно меня поймет то что опытного конфедерата на этой карте очень тяжело выиграть потому что опять же вертекса циклоном выбивается третий штаб сопры то есть мамонты выбиваются ягуары выбиваются и заезжает отсюда 3-4 зевса и все весь ваш третий штаб захлебнулся то есть нормального конфедерата вы мамонтами скорее всего здесь не пробьете ребят собрал я в этом бою хорошо просто игрок играет реально хорошо поэтому я решил даже с мамонтами не забавиться с ним и сразу же идти через развитие то есть яга хам плюс альбатросов на такой вот карте многие сейчас скажут блин фигатый дурак надо было мамонтов прижимать выбивать ему электростанции ребят уже проходил не раз слил въеду недавно на этой карте вот как раз мамонтами прижимаешь его он здесь вот развивается 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 до первого тора либо вертексами вас разносит просто в щи и дальше уже вы тут сидите отбиваетесь как никчемные эти блин ведем разведку то есть конфедерат идет в 4 штаб я уже в четвертом то есть мы оба решили отыгрывать от развития мамонтами я бы сейчас бы его только начал ковырять а он уже в 4 штаб все один тор выбивается вам гряда мамонтов выкатывается зевс и щит и так просто проходит до этого угла даже не замечая что здесь что-то было есть у него уже 4 зевса я пока что сижу дожидаясь хамелеона и сразу же начал делать альбов то есть оба у меня уже первый отряд есть ребят 3 яга соответственно плюс хамелеон второй отряд я до заказ вставляю здесь каплю взял одного дикобраза с собой на всякий случай вдруг все-таки циклон какой-то или еще что-то решил зайти с этой стороны очень невыгодная позиция но вы такова карта начинаю разбивать потихонечку зевсов тут не угадать где стоит яга хам довольно тяжело и приходится мне отступать но этот отряд у нас в любом случае будет держать этот мост появляется первый тор мимо благо все три яга остались живы по хамелеону вообще попадания не было здесь у нас второй отряд плюс я каплю альбатросов на голд производстве здесь видим штурмовик стоит пасет эту поляну закатываюсь и отсюда зевс ищет довольно таки невыгранном положении но у меня всего два ягуара то есть не хочу я сейчас терять эту армию и я отступаю так два альбатроса у нас готова не помню в 2 я полечу бомбить или фрида все-таки в 2 ставлю еще пушку сюда на всякий случай ну что зевс ищет идет видимо ко мне на базу и полетел я ему бомбить аэродром поднимается успевает два тора один сейчас скорее всего улетит но аэродром уже строился а вот два тора полетели бомбить мне базу и решает выбивать он завод спецмашин но не угадал не тот он выбрал тут снова а это тор который улетал вот аэродром достроился поэтому он вернулся у него три тора у меня сейчас будет три альбатроса два небольших егэхама и зевс ищет который держит центр ситуация такая напряженная но в чем плюс егэхама то есть вы можете делать вот приблизительно так то есть я зашел отсюда снова разбираю драконь и его армию чуть-чуть пострелял и снова я переезжаю то есть ему приходится метаться то туда то сюда пролетает одиночный тор пробивает по аэродрому был этот тор сразу же потерян 2 альбатроса у меня зарядилась и я полетел бомбить этого альбатроса успеваю поднять пересадить по моему пробиваю пустой аэродром к сожалению выбиваем его тут тоже как бы по ложке две штуки один альбатрос сразу же падает 2 тоже падает но один я пересадил и 2 у меня с до заказа вылез егэхам по-прежнему стоит здесь держит центр у нас уже здесь 3 хамелеона достраивается аэродром этот чиним ну и 2 альба у нас зарядилась то есть тора у него сейчас скорее всего на перезарядке есть хороший шанс сейчас пробить но торы тоже видимо на голод обслуживание авиации заправлялись одного забираем вместе с аэродромом эти два полетели и решил он выбивать мне пушку то есть сильно на ему видимо здесь мешало теряю одного альбатроса извиняюсь так ну и зевса щит на мост особо не лезет летит кстати еще два тора но у меня три аэродрома альбов как таковых нету то есть не знаю а или я ему выбил я ему выбил аэродром и тора улетели все торов у него нету ну и зевса щитом он особо не лезет появляется здесь циклон благо все таки игры дикобраза с собой хотя бы одного взял я ему выбил завод до счета пока он на центре стоял закатился этими тремя ягами то есть не зря этот отряд здесь составлял и снова отступаем то есть сохраняем этот отряд терять его смысла нету ну и так как он отдал центр я сюда уже выкатываюсь потому что ягов у меня достаточно чтобы его отстрелять до заказ тоже сюда диких сюда они хороший обзор дают потому что еще и циклоны пошли видим что строится тут то ли рушка то ли бункер нужно срочно подъезжать и выбивать пока этот каркас включаем хамелеон и едут зевсы они агриться то есть щит остался сзади зевсы получают и полетела снова в 3 альбатроса бомбить уже скорее всего какой-то завод один к сожалению не долетает его много 5 штук уже стоит плюс тайфуны но зевсы получают получают в узком проходе то есть часть у него не достреливает до заказ идет весь сюда остается у меня там 4 ягуара уже три ягуара но стоим перебиваем добиваем шок шотного зевса пытаюсь добить тайфуна и плюс нужно учитывать что отряд у меня вот здесь еще стоит подъезжаем опять же широкая раскладка выбиваю вот здесь вот этот бункер вижу что здесь по стоит довольно таки близко плюс аэродром подвожу сюда отдельно два ягуара начинаем выбивать по ложку снова ставится завод спецмашин то есть видимо до счета потому что строится здесь некуда аэродром потихонечку начинает пробиваться и захожу этими тремя ягами снова отсюда то есть так как счета у него нету зевсы полудохлые тор пробивает от одного тора повторяюсь толку нету не убивают они юнитов во всяком случае моих постреляли и снова этим отрядом я отступаю зевс у него полу разбитые щит конечно появился но аэродром я ему это добиваю выбивает он здесь одного яга торами подхожу чуть ближе пытаюсь задраконить этот зевс и щит через мост яги далеко стреляют ну и полетела я снова 2 альбатроса пробиваем аэродром вижу что здесь строится еще один этот отряд тоже подводим потому что ну все уже то есть конфедерат на последнем издыхание реально этот аэродром тоже забираем то есть авиации у него нету щита у него нету зевсов нету ну и все то есть пробили скажут что карта не ега хам на ега хам на и ребят мамонтами играть на ней буду только против слабых игроков наверное потому что третьим штабом на ней играть геморрой не чем ега хам вот серьезно давайте еще пробежимся по списку боев кому интересно последние два дня я не играл с кирмиш ходили турнир я начал то есть играть из интересных боев вот 23 ранг меня выиграл в туре глупое решение я там сделал мастер стратегии сразу же не так обидно было что я ему проиграл потому что следующий бой все равно сливной серию как таковую все равно сбили так не заинтересных конк туан против него обязательно я вам запишу бой в три утра его вы там пол четвертого почти по москве интересный такой бой получился запишу обязательно в отдельном ролике сделаю вот этот вот бой начал записывать от первого лица и короче за бой я завис два раза у меня прям ролик остался его даже еще не удалил потому что многие там угорают когда говорят что я завис там или вылетел вот здесь вот все прекрасно видно то что я реально в этом бою просто даже не играл сначала завис на 8 секунд потом вылетел где-то секунд на 30 вернулся меня уже с моря выкинули просто-напросто после этого решил пока что бои от первого лица закончить то есть сейчас мы почищу телефон после турнира и попробуем заново снова 26 ранг в туре как слабенько опять сыграл вот этот бой вам запишу вообще прикольный бой получился на стриме у этого вьета был запишу обязательно фактически 12 их тащил 24 ранг эти я вам уже тут все с легендами показал тут серия уже шла хорошие вот как раз в еду я проиграл на этой карте то есть потому что мамонтами я начал играть пум 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 тут еще серия идет и вот здесь у меня короче выбивает фаргат на игра там чисто из-за своих тупых прям тупых ошибок ребят реально тут начал доигрывать вот этот бой интересный был молото щита тайфун с вертексами если интересно опять же покажу и вот вчера 24 ранг я на обеде поймал и вечером я только с кирмиш сыграл больше даже не пошел что-то это не высыпаюсь наверное сейчас дня два играть скорее всего не буду может к выходным вернусь то есть турнир я доиграю сто процентов там еще два боя мне осталось будет 499 очков если не проиграю повторюсь ну а там видно будет в общем комментируйте бои можете в комментариях написать какие тактики показать как отбивать как контрить потому что вот но видите момента многие написали как контрить дельт запишу обязательно прям вот показательный бой когда он получится потому что ну дельта тяжело контрится но контрится в принципе сейчас баланс в игре повторюсь есть то что сейчас вот в тест версии происходит по тест версии тоже видос конечно отдельно и сделаю потому что однозначно нужно что-то менять потому что баланса там просто нету от слова совсем все комментируйте всем удачи всем хороших боев всем пока а